Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара Тигр-2. А перед тем, как мы с вами начнем, хотел, как обычно, попросить каждого из вас, кто еще этого не сделал, подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео. Вы очень сильно поможете развитию моего канала и сделаете мне приятно своими лайками, оценив мои труды и старания. Итак, ребят, Тигр-2 это восьмерочка, тяжелый танк в таком долговатом пути к Е100, к которому вы, скорее всего, планируете добраться или уже начали добираться и находитесь уровнями ниже. Что же собой представляет данная ТТ-шка? Данная ТТ-шка представляет собой довольно неплохой бронированный танчик 8 уровня. Я не буду останавливаться подробно на всех характеристиках данного танка, скажу лишь о его орудии. Его орудие топовое представляет собой 340 единиц, 225 единиц пробития, 10,5 секунд перезарядки и всего лишь 1765 единиц урона в минуту, что для восьмерки я считаю крайне малым. Я не открывал топовое орудие 9, ну, потому что 46К, заработанного, честно, в боях опыта, отдать за пушечку, с учетом того, что танк сам мне, ну, как-то вот по ощущениям не зашел, и я не планировал его оставлять себе на основном аккаунте, оставил здесь исключительно для обзора. Я, честно говоря, не видел определенного смысла в этом. Я просто выкачал е75, да, я открывал себе и на этом аккаунте, и на других аккаунтах, открывал себе вот это орудие 8, да, второе, которое является альтернативным, по той причине, что играть на вот этом орудии, ну, вообще прям совсем мрак, с учетом того, что количество наносимого урона, бронепробитие ниже, то есть, ну, перезарядка, да, там быстрее, но она не существенно быстрее для того, чтобы прям, ну, вот так вот страдать. Соответственно, открывал себе вот это орудие, которое покомфортнее, 310 единиц урона, 215 пробития, 11,5 секунд перезарядки, урон в минуту 1632. Ну, вот на этом орудии я и останавливался, и катал этот танчик для того, чтобы открыть е75. Вот и все, я не открывал альтернативные гусеницы, потому что вот эти вот циферки, они настолько мне кажутся незначительными, что особо игры не улучшают на этом танке. Ну, а что он собой представляет в бою, сейчас попробуем посмотреть. Итак, ребят, нас бросает в топ, это уже неплохо, против нас играют несколько восьмерок, объект 252У, довольно неплохая машинка, но, честно говоря, ну, меня всегда жаба давила покупать эту машину за голду. Не знаю почему, просто в бою как-то он никогда на меня не производил какого-то определенного впечатления. Итак, динамика нашей машинки. С учетом того, что двигатель мы открыли, вот такая вот ваша будет максимальная динамика на этой машинке, пытаясь выкачать этот танк, ну, пройти этот танк и выкачать себе е75. В принципе, плюс-минус. Едет она неплохо. Повороты на месте, ну, как для такой тушки, то, в принципе, тоже неплохие. Мы не существенно отстаем от наших союзников, что позволяет нам не плестись сзади где-нибудь в хвосте и приезжать тогда, когда весь пир уже закончился, особенно, не дай бог, поеданием наших же союзников, нашими противниками. Что касается брони. Броню сейчас заценим. Это вам уже, извините, не Тигр первый, у которого его этот нижний бронелист стоит прямо, как вообще не знаю что, как вот эта вот стена, и в которую все, в принципе, вполне спокойно сандалят все, что только можно туда занести, особо не промахиваясь. Ну, как бы с лицевой броней плюс-минус этого танчика уже существенно получше. Корма, безусловно, шьется, бока, безусловно, шьются. Морда башни, она, в принципе, имеет неплохую маску орудия, куда тяжело выцелить, которая плавно переходит в бока вашей башни, ну и, соответственно, щеки в прямой проекции, глядя на них, врагу выцелить сложновато, и в основном оттуда идут рикошеты. Стоит вам вот так вот повернуть башню, и, соответственно, вот этот вот трак, который типа дополнительным висит на башне ремонтной, он сразу становится зеленым, и туда шьется просто-таки на ура. Вот вам, пожалуйста, броня этого танка в действии, ну, а урон этого танка, ну, как я уже говорил, я бы не назвал существенным для своего уровня. Пропустили мы тигра один, который там прятался у себя на респе. Помочь нам особо некому, сейчас помощи, конечно, мы попросим, но я думаю, что никто там даже катиться не будет, уж больно далековато мы уехали от своих. Сейчас попробуем немножко танкануть. Получилось, уже неплохо. Тигр тупой, ну, спасибо большое, конечно, ребят, хотя посмотрим, как отыграете вы. Я, честно говоря, дал бы совет тем, кто играет в танки. Ребят, не тратьте время на то, чтобы поносить кого-то в бою. Вы бы больше сделали, нажимая на клавиши управления танком, чем набирая текст оскорбительных отношений, ой, простите, оскорбительного обращения кому-то из своих союзников. Вы отвлекаете других союзников от игры. Вы не наносите никому урона. Вы просто тратите время в бою на то, чтобы кого-то обидеть. Я не думаю, что, ну, вам от этого станет легче в бою. Ну, а спустить пар можно, в принципе, после боя, поставив какой-нибудь там дизлайк по результатам боя в игре. Ну, и таким образом высказать своему союзнику все, что вы о нем думаете. Итак, нас осталось двое. Все, которые нас благополучно поносили, ушли в ангар. И, честно говоря, интересно получается, когда ты едешь сам на какой-то фланг, встречаешь там нескольких противников. Ты держишь этих противников? По сути, мы сейчас, когда выехали, мы отвлекли на себя своим присутствием тигра. Мы отвлекли на себя объект, объект и тигр были заняты нами, мы держали эту сторону. По сути, взяв двоих на себя одного, мне почему-то кажется, что наши союзники должны были справиться побыстрее, преобладая количеством, но, видать, некачеством над нашими врагами. Но, вот она благодарность нашей команды за наши подуки и попытки. Я не претендую на звание какого-то супертанкиста, я не являюсь статистом. Да и я, честно говоря, всегда плевать хотел, проиграл я или победил, и с каким разгромным счетом. Итак, ребята, результаты нашего боя 1560 единиц урона, два уничтоженных танка. Не будем смотреть в цифры фарма. Ну, ладно, окей. Думал, проскочу, да не вышло. Мы ушли в минус, но я не расстроен абсолютно. И теперь результаты нашего боя. Мы заняли второе место, и вот все, которые нас вот здесь вот там сморкались на нас, что мы дерьмово отыграли, заметьте, они все отыграли хуже нас. А вот из то ли этот, то ли этот, два ребята из взвода, простите, двое ребят из взвода, они отыграли действительно очень хорошо. Один из нас остался с нами, как второй игрок, оставшийся в бою, и держался до последнего. Вот вам, ребята, огроменный респект. И, честно говоря, рекомендую всем не заморачиваться над своими поражениями. Лучше бы заморачивались над тем, чтобы подсказать или помочь кому-то в бою. Давайте закатим еще одну каточку. Итак, ребят, мы опять в топе. Сейчас поедем на линию ТТ, на линию СТ с нашей динамикой мы не ходоки. Итак, параллельно давайте обсудим еще одну интересную вещь, которая касается данного танка. Данный танк не часто встречается в рандоме. Почему это? Я думаю, что это связано с тем, что этот танчик мало кто оставляет у себя в ангаре. Я придерживаюсь мнения, что данный танчик в ангаре не остается, по той причине, что игра на нем, она, ну, унылая. Его урон, ну, не какущий просто, как для своего уровня. Его динамики не хватает для того, чтобы как-то часто менять позиции по карте. Вы не можете нормально подскочить к своим союзникам и попытаться их разобрать. Ну, я имею в виду, попытаться помочь им разобрать противника. Соответственно, танчик, ну, к фановым я бы не отнес. Это одна из тех машин, которые вам просто надо отыграть. Я не могу сказать, что сильно легко, но и не сильно сложно. Можно отыграть, и вот куда сейчас пошел снаряд, я вообще не понял. И простите, ребята, что отвлекся от мысли, но, блин, это реально бред какой-то. Видно, что снаряд проходит между двумя камнями. Между двумя камнями нет никого, кроме вражеского танка. И при этом всем мы реально его вообще как-то так вот сквозь него прошли. Ну, посмотрим, что интересно. Мне понравилось. Ладненько, поехали дальше. Посмотрели на внутренности нашего союзника, как бы это грубо не звучало. Интересные моменты в игре все-таки периодически встречаются. Точность нашей пушечки на дальних расстояниях тоже оставляет желать лучшего. Короче говоря, тут все оставляет желать лучшего. Остается только отыгрывать, переходить на Е75. Ну и, как показывает мой опыт, просто забывать о существовании данного танка, вспоминать о нем только тогда, когда будете встречать его в бою в руках союзников либо противников. Вроде бы и выкатиться надо, и в то же время не сильно хочется это делать. Все-таки акула есть акула. Не дожила акула для того, чтобы в нас сделать шот. И это очень хорошо, потому что не хотелось терять сейчас по ХП. Итак, ребят, сейчас закончим этот бой, вернемся в ангар, посмотрим результаты данного боя. Я думаю, что если мы сейчас как минимум выживем, это будет победа. Я уже, честно говоря, и высовываться не особо-то хочу. Все, что можно было показать, я показал. Вот тот пример, когда углов наводки просто до слез не хватает. Тигр едь. Зачем? Зачем тигр едь, если мы все равно сейчас, в принципе, можем вытащить? Ну, ладно. Хорошо. Едь, потому что уже слились. Правильно я понимаю? Великолепно. Теперь еще и меня сольют, потому что я здесь тогда один. Потому что тигр едь, и никто в поддержку не пошел. Ну да ладно. Вот вам, пожалуйста, подрыв БК. Тигр поехал. Теперь вы-то горюшко хлебнете. Рак. Сам рак, честно говоря. Но даже не буду тебе отвечать. Потому что если бы стояли мы на месте, то никто никуда бы не поехал. И все было бы нормально. Мы бы спокойно выжили в этом бою. Получили бы заслуженную победу. На этом бы все закончилось. А теперь нашего як-тигра сейчас немножко съедят. Ну и все. До свидания. Дис, да. Себе поставь, дурачок, дис, если ты просто слился. Да, эмоции иногда, ребята, не зашкаливают. Иногда хочется что-то высказать. Но, опять-таки, повторюсь. Не делайте это в чате. Не мешайте ребятам другим играть. Особенно, если вы уже сидите в ангаре. Ну, значит, сидите. Если вы слились, как, в принципе, позорник. Ну, пожуйте тихо сопли. И на этом успокаиваетесь. Итак, что мы имеем? Мы имеем минус по доходности. Мы имеем по урону первое место. Хотя нас дизали все кому не лень. Особенно, я так понимаю, вот эти вот ребята, которые для боя практически нифига не сделали. Я так понимаю, что был еще вот этот стейер. Он больше всех там возмущался. Занял четвертое место. Красавчик. Тысяча, там, сто семьдесят четыре урона. Довольно неплохой вклад в нашу победу. Но, если бы ты, дружище, немножко подольше пожил, то, наверное, мы бы и не слились. Но, вот, как-то так. Не оскорбляйте друг друга. Играйте в танки. Получайте удовольствие. Возвращайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Поддержите мои начинания. Всех благ. Всего хорошего. Играйте и получайте удовольствие от игры. Всех благ.